добрый день тема сегодняшнего видео коллиматорный прицел взор 4 и использование его на практике мы находимся у наших друзей в стрелковом клубе калибр большое спасибо им за помощь в организации съемок меня зовут анастасия и так взор 4 изделия четыре в одном коллиматорный прицел лазерный целеуказатель видимом диапазоне лазерный целеуказатель в инфракрасном диапазоне инфракрасный осветитель на канале уже выходила распаковка этого изделия и оставлю ссылку в описании сегодня же я сфокусируюсь на режимах работы переключение между режимами регулировки яркости видимом и в инфракрасном диапазонах сейчас на карабине sgs-202s установлен коллиматорный прицел взор 4 в паре с фонарем клещ 1 так при помощи двух изделий мы закрываем весь диапазон наших потребностей у нас есть видимый фонарь видимый лазер инфракрасный осветитель инфракрасный лазер и также коллиматорный прицел я подключила к взору четвертому выносную кнопку kv d2 при помощи нее можно управлять изделием обращаю внимание управление происходит лазером видимым инфракрасным инфракрасным осветителем управление коллиматорным прицелом осуществляется только с корпуса изделия также управление лазерами и осветителем можно осуществлять тоже с корпуса изделия и помимо кнопки которые установлены сейчас возможно использование и других кнопок из серии kvd в том числе выносной кнопки kvd 3 дробь 2p при помощи которой можно управлять двумя изделиями одновременно то есть управлять и взором четвертом и клещом первым я в данном случае так делать не стала сейчас на клещ 1 установлена пистолетная тыльная часть но предлагаю перейти от слов к действию и посмотреть как же это все выглядит на практике посмотрим режимы видимом диапазоне я поработаю по видимому лазеру и по коллиматорному прицелу переключение между режимами осуществляется при помощи поворотного переключателя в задней части изделия все что правее от нейтральной позиции это видимые режимы все что левее это инфракрасные видимый режим 1 это зеленый лазерный целеуказатель включить изделие можно как при помощи выносной кнопки так и при помощи кнопок расположенных на корпусе то есть нажимаю заднюю кнопку можно выключить и снова включить можно отрегулировать яркость лазерного целеуказателя как при помощи поворотного колесика на выносной кнопки так и при помощи кнопок расположенных в задней части теперь предлагаю пострелять по лазерному целеуказатель но здесь есть и коллиматорный прицел продолжу по коллиматору теперь предлагаю перейти к ночным режимом работы посмотрим на режимы в инфракрасном диапазоне управление осуществляется также режимы которые левее нейтрального и так первый это лазерный целеуказатель в инфракрасном диапазоне сейчас он максимальной яркости при необходимости яркость можно понизить вот сейчас он в минимальной яркости и снова возвращаю в максимальную яркость следующий режим это инфракрасный осветитель сейчас инфракрасный осветитель максимальной яркости можно ее при необходимости уменьшить снова увеличиваю Третий. Инфракрасный осветитель плюс лазерный целеуказатель. Тоже можно отрегулировать яркость и вернуть назад. Предлагаю теперь пострелять по лазерному целеуказателю в инфракрасном диапазоне. А теперь постреляем по коллиматорному прицелу. Включу осветитель, чтобы мне было удобнее. Стрельбу закончила. Возможности изделия «Взор 4» я только что наглядно продемонстрировала. Приобрести его можно у нас на сайте zenitka.ru, а также у официальных партнеров. Список официальных партнеров перечислен на сайте zenitka.ru в разделе «Партнеры изделия» уже в продаже. Понравилось видео? Ставьте лайк. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. А мы с вами скоро увидимся. До свидания.